всем добрый день хотя время уже идет к вечеру и по идее надо ехать сейчас не закат, но я походу сегодня закат буду снимать из окна. приехал к маме в этот район, район улицы Малышева, ну и думаю давненько я не было под лесом в мосту, в мосте, в мосту, а на москве все-таки да, в огромной мосте, нет скорее всего в мосту ладно, если все поправите, пишите в комментариях, только пожалуйста без ругательства в мой адрес, ну троечник, я троечник забыл весь русский язык, смотрите как речка так разошлась-то а еще пару месяцев назад, может даже меньше, такая скромненькая была маленькая как видите, набежной пока тут никто ничего не делает, увы как бы так зато вид красивый ну а мы с вами сейчас идем на подвесной мостик опять традиционно в него залезу пройдусь немножко, покачаюсь покажу вам виды вправо-влево и обратно волки меня уже встречают, вот видите тут тут такие гаражики двух, может быть уже трехэтажные, но скорее всего двух все-таки тут прям живут люди, на первом этаже я уже рассказывал, кажется автомобили а на втором живут возможно, возможно, живут и на первых ну соответственно, там где люди, там вот собаки пока вроде бы нормально настроены, но уже окружают так я уже практически добрался до мостика здесь похоже и зимой и летом вот в этом вот маленьком прицепке кто-то проживает у меня такое ощущение, знаете не знаю, велосипед стоит написано охрана велосипед прикован крышечки всякие ну так интересненько ярко сделано такой вот человек может быть живет какой-то не знаю, может нету надвижности ну я иду на мостик и на встречу мне уже идет кто-то мостик несколько слегка слышите скрипит и собачка какой-то идет тоже на встречу будем идти не спеша не будем раскачивать дабы человек прошел спокойно и собачка тоже видимо мостик тут слегка ремонтировали досточки все-таки знаете так идешь и немножечко задумываешься по поводу их вот между меня по поводу их качество какие-то они так некоторые старенькие такие уже знаете где-то там происходит закат блин я что-то как-то не подрассчитал со временем видите хотя солнце еще высоко как говорится и и афрабрикансы еще работают ну может быть я еще и успею посмотрим если нет ну извиняйте бананин мимо буду снимать вам из окна речка вот развелась смотрите как ну такая серьезная стала красивая снега в горах я не вижу но вот ветерок ощущаю поэтому поэтому отвернусь нафиг от него подальше парень он пришел спустился к реке надеюсь не топится молодой еще улица малыша а вот тут кстати вот если прямо в створе с камерой дом где проживает наш коллега александр александр вот он здесь и живет возможно когда-нибудь я тоже буду соседом если вдруг будут строить новенький домик какой-нибудь попытаюсь на стадии строительства как бы вот так водичка прозрачная вообще классная чистая но холодная купаться в реке в настоящий момент я бы вам не рекомендовал а я теперь повелитель моста иду один вот как иду так он и шатается а по мосту в мосте мостам нельзя ходить строевым шагом в ногу знаете был печальный случай в Санкт-Петербурге обрушился с тех пор нельзя несет замочки какие-то влюбленные их тут повесили ну тут думаю не самый лучший вариант для подвесного моста все-таки даже если вежать по одному замочки каждый там влюбленные повесит а он весит пускай там по 100 грамм то наберется не одна тонна со временем ну и мостик может не выдержать вот так вот такая вот здесь у нас маленькая прогулочка по мостику конкретно я уже на трёдой земле чувствую себя намного лучше на трёдой земле не то чтобы страшно но досточки знаете такие вот как бы как бы хотелось некоторые понимать из них вот извините обратите внимание видите торчит вот не зря же так она торчит а он надломанная уже такая по центру может ножка так немножечко провалиться а она нам надо нет так что как бы вот так топая обратно вот вот в этой высотке живёт мама конечно высоткой её наверное назвать сложно там на втором я не знаю 12 ну по нашим меркам в принципе высотка так как в Лазаревской вообще-то как бы высотные дома не практикуют строить я даже слышал что есть такое такое требование что вообще нельзя высотки строить на побережье ну а если заезжаешь в Сочи посмотришь там что творится то как бы понимаешь что наверное нет никаких требований наверное всё таки это какой-то вымысел вот как бы так внизу речка вот именно здесь вот в этом месте купаются в летний период ну метров пятьдесят вперёд да я снимал как-то уже неоднократно в это местечко ну как бы вот так сейчас я бы не рисковал купаться в речной воде достаточно она прохладная сейчас я давеча так как бы отпускал руку с камерой вместе помните и дикого осторга не получил ну автомобиль с питерскими номерами тут катается хотел что-то мы мысли посетило нырнуть в воду туда я имею в виду камерой но потом думаю вряд ли я сейчас там что-нибудь сильно сильно что-то хорошее покажу так как ну во-первых уже достаточно опасно а во-вторых уже как бы рыбка ушла спать ну а вот это скорее всего и так жилые кварталы тут как бы ветеранский дом вон синенький для ветеран ветеран ну и вот построили а а вот здесь вот где-то живет Александр я не знаю на каком этаже но знаю что в этом доме возможно он дома а может где гуляет прогуливается с собачками кто же ее знает ну имейте в виду Александру привет ну а я практически уже пришел мне вот сюда пойду за банками с этими посудками сдавать все ребят всем пока спасибо за внимание извините если может быть не очень информационный получился ролик ну как бы вот так всем пока то начали не не мы не мы не